Накануне Нового года в свет вышла новая книга Евгения Сергеева, посвященная 65-летию Городского Совета Депутатов. Автор называет свое творческое произведение вкладом Городского краеведческого музея в празднование важного исторического события в жизни города и надеется на то, что книга станет популярной. И не только потому, что в ней использованы уникальные архивные данные. Продолжение темы в следующем сюжете. В каждой из этих коробок по 20 экземпляров новой книги Евгения Сергеева. Большая часть 4000-го тиража дожидается своего читателя в кладовке краеведческого музея. И совсем скоро отправится в городские школы, библиотеки и общественные организации. Только тысяча книг предназначена для розничной продажи. Теперь, когда книга увидела свет, можно заняться и сортировочной работой, говорит автор. Перебрать, вернуть хозяевам архивные материалы и фотографии, убрать подальше отредактированную рукопись. Делать это раньше у писателя считается плохой приметой. Книга благополучно вышла, и теперь можно делать выводы, говорит Евгений Сергеев. Я бы не сказал, что это самая лучшая моя работа, но она мне нравится. Мы довольны, что мы причастны были к этому событию. Я имею ввиду наш городской историко-кровецкий музей. Новое литературное произведение Сергеева – это история городского совета депутатов в лицах и датах. В ней много по-настоящему уникальных фотографий и данных, которые увидели свет благодаря личному архиву первого председателя городского совета депутатов Сергея Галкина. Есть еще одна особенность книги. Третью ее часть составляет список депутатов городского совета за 65 лет своего существования. Начиная с 1940 по 2005 год. Их здесь 2500 человек. То есть все, кто избирался и работал в этом городском совете. Сбор материала для исторической хроники городского совета депутатов занял почти 15 лет. Понадобилось немало времени на переработку собранного материала. Поэтому сейчас в творческих планах автора непродолжительный отдых. Но совсем скоро, обещает Евгений Сергеев, сядет за создание очередной, весьма интересной и, как надеется, самой удачной своей книги. Наталья Ушакова, Максим Горелов для Городских новостей. Продолжение следует...